Задания регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников попали в интернет. Ранее было известно об утечке заданий по литературе. По информации независимого педагогического издания «Учительская газета», теперь в сеть попали олимпиадные задания еще по ряду предметов, в том числе по физике и русскому языку. В связи с этим Миноборнауки принял решение ужесточить правила проведения испытаний. Как нам рассказали в Ненецком региональном центре развития образования, в адрес всех субъектов поступили письма от Министерства образования о необходимости принятия дополнительных мер по сохранению секретности олимпиадных заданий. Необходимо усилить контроль за их пересылкой. Дополнительная ответственность возложена и на ответственных лиц, которые имеют доступ к материалам. Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендовало использовать защищенные каналы передачи информации, которые используются во время проведения ИГЭ, Единого государственного экзамена. Такая возможность в Ненецком автономном округе есть, и мы сейчас уже рассмотрели ее. И поэтому все те олимпиадные задания, которые будут поступать лицу, который имеет доступ к открытию олимпиадных заданий, они будут пересылаться в населенные пункты Ненецкого автономного округа по таким защищенным каналам. По решению Миноборнауки доступ к получению олимпиадных заданий будет открыт за два часа до начала испытания. Это позволит исключить возможность слива информации в интернет. Мы должны за два часа успеть распечатать работу и доставить ее в тот или иной пункт проведения Всероссийской олимпиады школьников, в котором она проходит в соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта. Работа поступает за два часа до начала олимпиады, и ответы приходят уже после того, как олимпиада завершается. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Ненецком округе проводится на базе первой, четвертой и пятой школ в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и во дворце спорта «Норд». Учащиеся сельских школ сдают тестирование в своих населенных пунктах под строгим наблюдением ответственных лиц. Здесь учтены определенные меры безопасности. Работу они пишут с видеонаблюдением. В видеонаблюдение передается к новоцентру, мы просматриваем его. Также при написании олимпиадной работы присутствуют общественные наблюдатели, которые утверждены администрацией того населенного пункта, в котором проходят олимпиады. Кто сливает задания в интернет и зачем это нужно, сейчас сложно сказать однозначно. Возможно, это проделки хакеров или противников современной системы образования. Но какую бы цель не преследовали зачинщики данного скандала, организаторы олимпиады уверены, участники тестирования вряд ли будут искать в интернете готовые задания и ответы к ним. Ведь в интеллектуальном состязании участвуют одаренные школьники, которые привыкли полагаться исключительно на свои знания.